Всем добрый вечер, четверг, 9 часов вечера, с вами Искусство Возможного, я и ведущий Сергей Ильин, и сегодня у нас в гостях бывший префект Северно-административного округа Москвы, бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, председатель Центрального Совета партии Альянс Зелёных Олег Митвель. Добрый вечер, Олег Митвельевич. Я напомню нашим слушателям, вот тема нашей сегодняшней передачи «Политика и бизнес. Человеческий фактор». И хотелось бы напомнить, что о политике и бизнесе, о власти и бизнесе мы беседовали на прошлой неделе с экс-министром экономики Андреем Нечаевым. Наш сегодняшний гость, как мы все помним, не только не новичок в мире политики и в мире власти, не только человек с изрядным бэкграундом в предпринимательской деятельности, но еще и весьма харизматичная личность, ярко засветившаяся в медийном поле. Ну то есть, собственно говоря, как принято у нас, обычно вот есть яркие, харизматичные публичные политики и есть чиновники. А вот вам, Олег Львович, удавалось это сочетать, причем довольно эффектно. Я как понимаю, что был слишком харизматичный, и у нас система выдавливает харизматичные. У нас приветствуются в системе средненькие, так сказать, чтобы не запоминался. Вы имеете в виду для публичной политики, для чиновников или и то, и другое? Вы знаете, в моем понимании есть вещи, которые связаны напрямую с публичностью, а, к сожалению, сегодня государственная машина делает все, чтобы конкретные руководители были не опубличены. То есть, чтобы обычный гражданин даже толком и не знал, кто у нас там министр, чего. И я могу сказать, что ничего хорошего в этом не вижу. Я слышал, что сегодня сказали, чтобы они твиттеры перестали вести, потому что там, как говорится, талантливые пиарщики не успевают подкорректировать скважняк мыслей. Да, да. Вот. И, ну, сегодня вот только что буквально мы слышали с вами новости, вот рассказали о том, что Аллах дал башню в Грозном, и Аллах взял, и обо всем этом написано в Инстаграме у господина Кадырова. То есть, при этом, ну, как бы, скажем так, граждане России примерно понимают, что придется скидываться еще на одну башню. Ну, там все не так просто, если я не ошибаюсь. Значительная часть инвестиций была сделана все-таки вот именно в комплексе Грозной Сити инвесторами с Среднего Востока, если я ничего не путаю. То есть, это конкретно, это, по-моему, не субвенция. Я слышал, что все-таки Аллах отсюда дал. Ну, так там тоже дает Аллах, если это, допустим, субвестные инвесторы. Вы хотите сказать, что у вас на вашей радиостанции новости говорят неправду? Ну, новости своим чередом, аналитические, авторские передачи своим чередом. О, понял. Все-таки недолго мне еще на вашу программу ходить на радиостанции Финомов. Да не бойтесь вы, яркие личности всегда востребованы. Я не боюсь, слушайте, я-то не боюсь. Я переживаю, что вдруг с вами будут какие-то здесь проблемы. Я могу сказать, что я все-таки тоже год поработал радиоведущим, где, собственно, в субботу в обеденное время вместо отдыха дома общался со слушателями, и поэтому работаю хорошо, знаю и, в общем-то, сочувствую. Спасибо на добром слове. Итак, то есть, правильно ли я понимаю, что, вот смотрите, на сегодняшний день у нас, если честно, и публичных политиков-то ярких мало, а те, которые есть, как правило, считаются фриками или таковыми являются. К сожалению, условно, с 2000 года система делала все, чтобы мало-мальски любого яркого политика закатать в асфальт. У нас все должно быть вокруг единообразно, серо-зеленого цвета. Ну, вот у нас и есть, так сказать, дикорастущий кустарник Вадим Вольфович Жириновский. Ну, как бы был еще господин Митрофанов, и вроде как и сейчас в какой-то степени есть. — Ну, честно говоря, ну, мы с вами на пальцах одной руки посчитаем людей, которые сегодня действительно харизматичны. И напоминаю, кстати, они все работают в Думе. — Нет, ну почему? Как минимум один человек, который мы сегодня, если не упомянули, то подразумевали яркий политик, у нас есть. Это Рамзан Ахматович Кадыров. — Да, кстати, здесь вопросов никаких нету. Так сказать, один из лучших, в моем понимании, комментаторов футбола. — И это хорошо. Так, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что серыми не должны быть не только публичные политики? — Нет, я считаю, что в любом случае некоторые должности, вообще публичные должности чиновников должны иметь некие пиар-проявления. То есть, допустим, у нас есть некие спецслужбы, к которым относятся ФСБ, МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура. — Ну, в Следственном комитете люди вполне публичные и медийные, что господин Бастрыкин, что господин Маркин. — Ну, там два человека. Они официальные представители Следственного комитета. Я могу сказать, что вот они могут, скажем так, иметь некую аффитнот, как, допустим, у Колокольцева есть тоже твиттер-аккаунт, но ведет его пресс-службы, и там все имеет, скажем так, руку официально представителей пресс-службы. — Нет, официальный твиттер, в принципе, есть и Путин РФ, извиняюсь. — Да, Путин РФ тоже есть. Но могу сказать, что вот, например, Рогозин уже не ведет свой твиттер в связи с тем, что... — Укорот произошел. — Да, к сожалению, вы знаете, я считаю, что это неправильно, когда чиновники не могут, ну, допустим, почему рекомендуется там министрам не вести твиттер? То есть я хочу сказать, что спецслужба понятна, там никаких вопросов нет. — Да, разумеется. — Ну, извините меня, министр природных ресурсов. Почему он не может, скажем так, объяснять свои позиции, свои решения через твиттер общаться с людьми? Почему не может, например, министр образования, министр культуры? — Да то же самое префект Северного административного округа города Москвы, если угодно. — Да, я хочу сказать, что, например, у нынешнего префекта Северного округа Москвы ведет Facebook пресс-служба префектуры. И ровно перепечатываются все, так сказать, информации с официального сайта. Это вопрос. Если мы хотим показать, что... Ну, вот посмотрите, что, допустим, в Германии, да, фрау-канцлер на отдыхе на острове Искию вдвоем с мужем, так сказать, в тихой семейной одежде гуляют. И, вы понимаете, ну, жителям Германии, гражданам как-то легче голосовать на будущих выборах за ту или иную партию, когда человек показывает, что он обычный, простой, что вот у него нет вот этого вот золота-бриллианта. — Но тут же дело в том, что нам же демонстрировала свою, ну, не только, но и в том числе частную жизнь действующая руководитель российского правительства. Ну, и вроде не все по этому поводу счастливы. — Ну, кстати, я хочу сказать, что у нас и президент демонстрирует частную жизнь. Некоторые наши слушатели наверняка запомнили его торс на охоте и так далее. — Да-да-да, нет, но там нет вот этого вот самого реал-тайма, то есть вот он, я поехал в БМВ, а вот он, я уже вешу у себя в Твиттере. — Да, потом вот эта вот известная история с канареечным продуктом автоваза, путешествие... — Магическая калина. — Да, магическая калина. Точнее, две калины. — И путешествие. Вы знаете, я хочу сказать, что вот в моем понимании людям, которые фактически обеспечивают своими налогами чиновникам, сто процентов интересно и важно знать, чем занимаются чиновники. И не только в период годового отчета, но и каждый день. И вот здесь мы должны понимать, что отсутствие... Во-первых, что если кто-то не доверяет чиновнику вести самому социальные сети и считает, что чиновник может лишку дать, вот, ну, наверное, значит, такой чиновник не нужен. И в любой стране мира, если чиновник позволил себе лишнее в социальных сетях, ну, увольняется с работой. Вот смотрите, у нас, допустим, министр образования позволил себе на своего заместителя выразиться... — Пошипеть матом. — Нет, выразиться членораздельно, скажем так, матерными словами. Вопрос. Он не просто министр. Мы бы еще с вами, наверное, поняли, если бы это был министр, например, труда или министр обороны, да? А вот, извините, это министр образования. Вопрос. И какие последствия? — Ну да, это Министерство культуры, как гласит известно. В том-то и проблема, если я правильно понимаю, что есть опасения, что если дать людям публичность, один там червяка найдет сфотографировать. — Ну, извините меня, если человек не контролирует свои действия, свою речь, свою информацию, то, извините меня, как он может руководить сотнями тысячами людей? — Ну, в общем-то, федеральное ведомство — это именно сотни, и скорее тысячи даже непосредственно. — Да, это, извините меня, свидетельствует о том, что этот человек не на своем месте. И наоборот, я считаю, что надо дать им возможность вести социальные сети, иметь активность. И на основании того, что если он там, скажем так, проявляет себя во всей красе, незамедлительно принимать меры. — Ну, так, собственно, Петр Первый в свое время, правда, чуть по другому поводу говорил, чтобы глупость каждого видна была. Так тут же вообще говорят то же самое. — Вот, а, видимо, решили, что как бы в другой стране, наоборот, бы сказали, что будет видна глупость каждого, и можно будет самых глупых выводить на воздух. Вот, а у нас, к сожалению, происходит ситуация, когда говорят, чтобы не показали глупость, пускай лучше остаются глупыми, но просто об этом никто не знал. — Ну, то есть, пускай у чиновников все пуговицы будут застегнуты, я правильно понимаю? — Да. — Ну, я считаю, что это абсолютно неправильно, и когда я был на госслужбе, я, в общем-то, считал, что если чиновники получают зарплату из налогов, то они должны отчитываться в ежедневном режиме перед людьми, чем они занимаются. — Нет, ну, ваши выезды на природу, я думаю, помнят все, кто имел хоть какое-то отношение, если включал радио и телевизор. — Да, не только на природу, я могу сказать, что я публично считал уголовные дела, которые были доведены до суда по моим материалам, моих расследований, ну, таких, между прочим, 92. — 92 дела. — Да, 92 обвиняемых по судам. — Вопрос заключается в том, что, ну, может быть, вообще говорить о том, что борьба с коррупцией — это не только какие-то часы наследователи, а еще конкретное количество дел, доведенных до суда. Потому что вот мы с вами слышим, сегодня там, арестовали того, взяли под стражу того, как говорится, домашний арест на Васильевой, там, обвешали ее браслетами. Вопрос. А в моем понимании наказание за коррупционные действия — это приговор суда? — Нет, ну, естественно, это, так сказать, мера пресечения не является наказанием. — Да, вопрос заключается в том, что я считаю, что, ну, вот если власть, скажем так, говорит о том, что все надоело уже, системная проблема, уже раковая опухоль нашей страны и доведет нашу страну до могилы, вот это расцвет коррупции, который сейчас происходит, будем с этим бороться. Ну, давайте подождем все-таки, конечно, приговоров суда и посмотрим, кого, собственно, будут сажать. Первых лиц или стрелочников. — А, кстати, вот есть, вот сейчас вроде как, вот где-то с осени началась борьба с коррупцией, вроде как. То есть она у нас регулярно начинается, тут кто-то уже под домашним арестом, кто-то еще. Вот, а есть ощущение, что на сей раз действительно что-то идет, или это, грубо говоря, просто у условного Навального перехват повестки? — Нет, вы знаете, да, перехват, точнее не перехват повестки, перехват повестки с вручением, провестки на Кировский суд, да, перехват с вручением, такой несложный прием. То есть вопрос заключается в том, что мы посмотрим, что дальше. То есть если дальше вот те разрекламированные преступления дойдут до суда и будут люди... — Ну, то есть, условно говоря, оборонсервис и прочие организации. — Ну, вот, например, да, вот эта история, причем не просто люди получат приговор, а люди услышат за что, что это было, в чем человек виноват, и за эти деяния будет, в общем-то, наказание, то тогда все поверят в то, что это серьезно. Пока что, к сожалению, ну, посмотрим, я очень надеюсь, и давно, годами об этом говорил, что с этим просто надо бороться, и что надо все это хотя бы в какие-то рамки, потому что, к сожалению, проблема коррупции в России, что она не имеет рамок. — Никаких причем. — Никаких, да. И вопрос, мы понимаем, что коррупция есть и в Италии, и в Испании, и в Греции, и... — Да даже в Германии, я полагаю. — Да, я и говорю, конечно, в меньшем объеме и в Германии, и в Соединенных Штатах, но мы знаем, что все случаи, выявленные в Германии, в Штатах, в Великобритании, во Франции, доводятся до суда. У нас проблема в другом. У нас проблема, что сегодня там предъявили обвинение, на суде дело развалилось, человек не получил вообще приговора, но почему-то никто не говорит, что, ну, а что Васильевой волноваться, у него орден почета. — Амнистия? — Да, да, она, кстати, за... Честно говоря, я вообще не понимаю. То есть ее сначала наградили орденом почета за то, что она быстренько распродала все имущество, а потом теперь за нее за это... — За это же и сажают. — Сажать. Вопрос, а сажать невозможно, потому что по положению об ордене почета... — Автоматическая амнистия. — Автоматическая амнистия. И мы понимаем, что вот эта история уйдет никуда, уйдет в песок. — Не, ну там есть еще какие-то люди, которые, может быть, не столь орденоносные, но это стрелочники. — Понятно, да, понятно, что Сердюков тоже весь в орденах, так сказать, ему... — Да не то слово. — Да, и он, вы же знаете, как говорится, какие совершил подвиги военные на посту министра обороны, да. — Ну, в том числе даже не связано с хозяйством, насколько мне там о его визитах в воинские части, в общем, я так понимаю, до сих пор спрашиваю. — Кстати, отдельная история, о которой говорят все военные, о том, вот когда у нас был, так сказать, военный конфликт с Грузией, да, мы же слухи, все эти слышали о том, что министр обороны, главнокомандующий, по-моему, не мог найти целый день. Министр обороны где-то был занят. — Бывает, что... — Видимо, имущество новое какое-то подвезли, и он как раз пытался... — Нет, но тут, собственно... — Пытался, видимо, пытался передать в руки своему зятю Пузику, да. — Нет, ну тут немножко другая проблема, если я правильно понимаю, все-таки гражданский министр, это может быть и неплохо, но гражданский министр в момент введения боевых действий, это уже несколько сложнее. — Вопрос возникает другому. Гражданский министр, да, но, извините меня, он уже был назначен министром, он имел под своим управлением всю армию, — Вопрос. У нас во дворе война, один руководитель страны находится в Китае, другой руководитель страны находится на Валдае, как говорится, а министры до вечера найти не могут. — Нет, ну там действительно были логистические страны, но если я правильно понимаю, если говорить об этой конкретной истории, там, ну просто все чесали в репе и думали, кто ж примет решение, потому что... — Вопрос, ну это нормально? — Мы давненько войн не были, вообще-то. — Я не удивлюсь, что за конфликт с Грузией Сердюков получил какую-нибудь, как говорится, важную, но правительственную награду. — Но очень секретную по всей виду. — Да, очень секретную, да. — Ну, кстати, этого я тоже исключить не могу, потому что, честно говоря... — У меня нет сомнений, что он за период руководства Министерства обороны совершал подвигов, просто о которых мы с вами не знаем. — Ну, бояться немедливого фронта, разумеется. — Я напомню, мы беседуем с председателем Центрального Совета партии Альянс Зеленых, Народная партия Олегом Митвелем. — Сейчас мы будем потихонечку уходить на перерыв. Я напоминаю, что телефон в студию 8495-6510-99, мы ждем ваших звонков. И я хочу просто напомнить, о чем мы хотим поговорить после перерыва. Мы хотим обсудить партию Альянс Зеленых, потому что, раз уж к нам прибыл одно из первых лиц этой партии, резонно об этом поговорить. Мы хотим поговорить о свежих событиях, связанных с отставками ряда депутатов Нижней Палаты Парламента и сенаторов из Верхней Палаты Парламента. Мы хотим поговорить все-таки о Кипре, что для российского бизнеса представляет нынешняя кипрская история и какая в этом политическая составляющая. Все это произойдет через минуту, а сейчас мы уходим на паузу, но вернемся. Еще раз добрый вечер. Я напоминаю, что с вами «Искусство возможно» и я, ведущий Сергей Ильин, у нас в гостях представитель Центрального Совета партии Альянс Зеленых, Народная партия Олег Митвелем. Мы говорим о теме бизнеса и политика, человеческий фактор и сейчас переходим непосредственно к партийному строительству. Итак, партия Альянс Зеленых, Народная партия. Два первых лица вы и бывший сенатор, очень известный предприниматель Глеб Фетисов, деятель списка Форбс. Значит, первый вопрос, что это вообще за партия? Ну, партия экологическая. Дело в том, что в отличие от, скажем так, всех, кто об этом говорит, мы активно сотрудничаем со всеми европейскими зелеными партиями. Мы, соответственно, принимаем все те декларации, которые принимаются зелеными во всем мире. Мы считаем, что на сегодняшний день варварское отношение к окружающей среде приведет к крайне тяжелым последствиям. Мы с вами видим, что происходит с нашим климатом. У меня нет сомнений, что это результат антропогенного воздействия, это результат человеческой деятельности. Вот посмотрите за сто лет, до чего жители Земли довели нашу планету. И я могу сказать, что в конечном счете экология – это здоровье, это онкология, это различные заболевания. Призываю всех наших граждан понять, что экология – это политика завтрашнего дня, потому что вопросы здоровья, вопросы среды проживания – это вопросы, которые должны интересовать людей в первую очередь. Вот такой партией «Альянс Зеленых» и является. Спасибо. Так, у нас на линии президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. Ой, люблю разговаривать с президентами. Отлично. Алло, Станислав, здравствуйте, вы нас слышите? Институтов, поскольку все всегда утверждают, что именно институтов в России не хватает. Здравствуйте, да. Не-не-не. Институт, хороший институт, еще никому никогда не мешал, это называется. Превосходно. Мы беседуем с Олегом Митвелем на тему «Политика и бизнес. Человеческий фактор». И вот прямо сейчас начали переходить к теме новой партии, которую он является... Она уже не новая, я хочу напомнить, что год ее исполнился. Вот, да. «Альянс Зеленых» – «Народная партия». У меня вопрос к Станиславу Белковскому. Вот у нас начали появляться новые партии. Сначала, условно говоря, еще до смягчения законодательства партийного у нас появился господин Прохоров со странными партийными эскападами, как мы помним. Сначала «Правое дело», потом практически ничего, сейчас «Гражданская платформа». Вот, и начали появляться новые партии. Вот что можно сказать по их поводу, с одной стороны. А с другой стороны, вот если говорить о господине Прохорове, то все понятно, крупный бизнес. Если мы говорим о нынешней партии, то это Глеб Фетисов, это тоже крупный бизнес. Вот что, бизнес наконец-то повернулся к политике? Ну, я, во-первых, могу сказать, что у нас, как говорится, крупный бизнес в партии только Глеб Фетисов, и все. А этого мало? Нет, я могу сказать, что там сотни людей, которые занимаются вопросами экологии из своих убеждений, и я считаю, что экологическая партия – это серьезная перспектива завтрашнего, послезавтрашнего дня, а может быть, уже где-то и сегодняшнего. Ну, у Михаила Дмитриевича тоже не все в партии миллиардеры. Я хочу на вопрос, а идеология там какая? Вы знаете, чем отличаются вот эти вот у нас там 190 партий сейчас делаются? Проблема в том, что у трех-четырех только есть идеология. Так вот, у нас она есть. Ладно, давайте все-таки дадим слово Станиславу Александровичу Белковскому, а то как неудобно. Как и известный специалист по Прохорову. Почему даже начальник транспортного цеха? Да-да-да, вот не против начальника транспортного цеха, который институт, напоминаю. Да, который сам по себе институт. Человек-институт. Институциональным, да. Станислав, ну расскажите про Прохорова, да, вы эксперт по нему. А, я так понял, что в лобу ведущий, да, вот и прохорение, я просто не знаю. Только единственное, что я работаю на волонтаристской основе, в плане того, что, как говорится, без трудового договора, а коллега... Ну, все как обычно, пришел, это называется Митвель пришел, пояснилось. Олег Львович, мы с ним знакомы довольно давно, он всегда был известен со своим бескорыстным, кто еще согласился вести программу на радиофинал, мы сам не запонюх табаку. Конечно. Не про экологи бы сказали. Слушай, я, кстати, табак тоже, Станислав, я табак тоже не нюхаю, я считаю, что это неправильно, вредно для здоровья. Да, я, собственно, поэтому сказал, не про экологи бы сказали. Так вот, мне представляется, что либерализация партийного законодательства это хорошо. Но что касается идеологии, я бы здесь не согласился с коллегом, потому что чисто идеологических партий много другого вопроса, как они себя проедут. Это монархтическая партия, которую создал мой друг Антон Баков. Ее идеология весьма простая, вопрос о том, выглядит ли она на общей национальной. Да, да, да. Антон ждет царя, я его последний раз видел в Уфете в Кремле, он сидел там, ждал царя. А где же еще ждать царя-то, с другой стороны, как не в Кремле, если думаться? Мы сами хорошо знают, что я люблю опаздывать, поэтому Антон и ждал царя. Ну, мы знаем целый ряд известных политических деятелей, которые любят опаздывать, это не только Станислав Александрович Белков. Вот, поэтому мне представляется, что шансы-то есть у всех партий, а просто так они не воспользуются. Они, в том числе, и у Гражданской платформы Михаила Дмитриевича Прохорова и Алла Борисовна Пугачева. А какая, кстати, идеология, не подскажете, вот все-таки приятно, когда опытный политолог находится на связи со студией. А какая идеология Прохорова? Она меняется, она меняется во времени, это идеология партии Прохорова, я ее не представляю. Ну, вопрос, вы как политолог можете объяснить вообще идеологический посыл? Каков крови союза Прохорова и Пугачевой? Какой еще посыл? А что еще надо? Я не понимаю, что еще... Мне кажется, о союзе Прохова и Пугачевой страна мечтала много лет. Подождите, там Галкин. Ну, во-первых, это красиво. Там уже Галкин, прошу прощения. Не надо. Галкин там в другом качестве, в ромен Брежнева страна мечтала о том, что... Ну, уже не Брежнев, а в другой станет мелким политическим деятелем и Путиалой Пугачевой. Вот сейчас это и совершилось. А потом Алла Борисовна имеет большой опыт выпуска модельной обуви, например. Можно выпускать какие-нибудь сапоги на гражданской платформе, чем страшно популяризировать эту партию. Там идеология права и клирикальная. Кстати, я понимаю так, что если все-таки... Я не переоцениваю ИСМО, поэтому буду скоро с вами говорить, Олег Львович, потому что иначе у вас, значит, наше общение потеряется. Говорите, говорите. Мне интересно, особенно вот эти новые ботинки Пугачевой на платформе Прохорова. Олег Львович, если можно не говорить одновременно, а то не слышно вообще никого. Да. Слезава, скажи. Да. Нет, идеология Прохорова эволюционируется. Поскольку у него нет органических политических инстинктов, то он все время хватает для какую-то новую идеологическую соломинку, которую в каждый конкретный момент времени... Ну вот сейчас, сейчас это что? Вот сейчас, сейчас при этом такая правая, но антикоррикальная при этом парня. У меня, если можно, еще один вопрос Станиславу Александровичу. Все-таки вот до какого-то момента были некоторые неписанные договоренности, в том числе крупный бизнес не лезет в политику. Вот в 2003 году, как показали, что лезть не нужно, это плохо заканчивается, так с тех пор никто не лезет. Пока Олег Львович не начал отвечать на этот вопрос, может, я начну? А я, собственно, его и... Я не хочу сказать, что... Нет, я хочу сказать, что эта самая постановка всех вопросов представляется несколько абсурдной, поскольку крупный бизнес определяет политику в России. И всегда занимался политикой, да. Мы знаем, что он финансировал и спонсировал. Понимаете, из контактов, крупный бизнес в 96-м году избрал Ельцина на второй срок. Нет, мы говорим не о 90-х, мы говорим о нулевых, если быть совсем уж точно на второй половине. Просто один бизнес проведет двух-трех депутатов, и это считается почему-то влиянием на политику, а другой бизнес влияет непосредственно на президента и премьера, и это ошибочно не считается влиянием на политику. Я считаю, что политика и бизнес, услуги нашей властной машины, которые есть в случае власти денег, монетократия, они фразились так тесно, что просто как... То есть правильно я понимаю, Станислав, что вы хотите сказать, что сейчас осуществляется, как в том анекдоте, переход на легальное положение? Не-не, давно уже перешли, Станислав уже не первый раз и в ранних своих публикациях установил, что у нас на сегодняшний день работает некая политическая структура под названием монетократия. Я скоро возгоржусь, ко мне прибыл целый Олег Львович Митвель, который мне и слушателям, собственно, трактует политолога Станислава... Нет, именно трактует Станислава Александровича Балковского. Олег Львович, видимо, хочет мне смысл на то, что если зеленый проект в хорошем смысле этот пол не состоится, то он пойдет со мной предстоитарем. Я очень... более обаятельного предстоитаря я бы не нашел заслуживания. Простите, Станислав Александрович, а вы при этом будете заниматься национал-демократией? И какой... срывается вопрос, как говорится, какой национал, так сказать, будет у демократии? Ну как, как? А кто из нас приехал настоящий русский? Конечно, вы, Станислав Александрович, кто бы спорил. Превосходно. Отлично. На этой бравурной ноте мы откланиваемся и благодарим русскому национал-демократу. Спасибо большое. Станислав Александрович, как хорошо слушал Олег Львович. Большое спасибо. До свидания. Хорошо поговорили. Да. Так, скажите мне, пожалуйста... Всегда полезно позвонить в институт. О, да. О, да. Институт устанализироваться в каком-то смысле. Вы были на Болотной площади, скажите мне честно? Конечно, был, а я и не скрывал этого. Но я был тогда, когда, в общем-то, туда приходили многие москвичи, когда они были озабочены ситуацией с теми выборами, которые были в Москве в декабре 2011 года, за которые, кстати, никто не понес ответственности. И как в Москве, так и в других регионах. И, соответственно, было и на Болотной, и на Сахарова. Но могу сказать, что после того, что выяснилось, что этот протест начали пытаться на себя, ну, люди начали пытаться жарить политические блинчики на этом всем, я просто решил, что, ну, нет смысла быть тестом на чьей-то сковородке и... Ну, как я понимаю, ушли очень многие. То есть вчера, например, вчера, если я не ошибаюсь, да, даже Пиантковский вышел из Координационного совета оппозиции. Нет, я хочу сказать, что в Координационный совет я даже и не входил. Нет, нет, ну, естественно. Потому что считаю, что это абсолютно надутая история. Людям, которые не имеют никакой легитимности, надо какую-то эту легитимность придумать, чтобы с кем-то о чем-то разговаривать. Соответственно, вот они провели эти выборы и тут же покидали всех своих избирателей, потому что при всем уважении к некоторым участникам, например, Шац, Лазарева и так далее, я могу сказать, что, извините меня, они шли на эти выборы, походили на эфир на дождь. Они, естественно, их выиграли, по понятным причинам, медийщики. А дальше перестали ходить на этот Координационный совет. Что это было? Вопрос. Если вы, извините меня, идете на какую-то выборную работу, пускай даже вы сами себе эти выборы придумаете, но несите ответственность перед теми людьми, которые не поленился, а ходил за вас куда-то голосовать. Хорошо. Вот какой вопрос тогда, если позволите. Вот из условных лидеров болота, подчеркиваю, крайне условных, те, кого выбрали. Вообще кто-нибудь может продемонстрировать такую ответственность или похоже, что нет? Я боюсь, что там многие люди перепутали политику с некой милой тусовкой, ну, с некой атрибутикой белой ленточкой. И, к сожалению, проблема у нас оппозиции в России, то, что в оппозиции идут, скажем так, те люди, которые, в общем-то, и не хотят заниматься политикой, которые просто хотят быть в тренде. То есть, правильно ли я понимаю, что, условно говоря, вот берется... В этом сезоне, в этом сезоне, например, вот читаем какой-нибудь модный журнал, там написано, там, в этом сезоне... Модно заниматься протестом. Да, значит, все, все одели красный. В этом сезоне модно ходить, заниматься политикой, тире, ходить на болотную. Раз наши модные дамы сняли красное, пошли на болотную. Олег Львович, а вот это любопытный момент. А скажите мне, пожалуйста, а в этом сезоне модно ходить на болотную? Или все, годик потусовались и хватит хорошего поднимчика? Ну, собственно говоря, хочу сказать, что я был там, чтобы высказать свое отношение к тому, что, в общем-то, выборы 11-го года в Москве были... Неприличные. Были неприлично, что называется, организованы. К сожалению, никто за это никакую ответственность не понес. Соответственно, власть, ну, как-то чуть-чуть понервничала. Потом, увидев, что у нас такая же оппозиция, как и организаторы выборов, то есть, ну, к сожалению, никакая. Ну, в общем-то, дальше все успокоились и зажили своей жизнью. Я понял. Так, хорошо. Теперь перейдем на тему, как бы, чуть другую, но, в принципе, конечно же, связанную и достаточно актуальную. Вот то, что у нас сейчас происходит, то, что прозвучало... Организатора Авихора Бенбара, вы хотите поговорить? Он, по-моему, уже с 2007-го года вовсе не Бенбар, если я правильно понял. А он же заявился, он вроде с 2007-м году и от имущества отказался, и граждан израильское снял, и так далее. Он, в конце концов, понял, что бесполезно извиняться. Там вообще уникальная история. Дело в том, что, ну, у нас, кстати, в уголовном законе есть статья 198-я, значит, называется, уклонение от налогов путем неподадачи декларации и дачи заведомо сложных сведений и декларации. Вопрос. У нас получается, что... Это самая статья, по которой Альпачин посадили, Сколье? Ну, у нас своя. Своя Альпачин, да. А Альпачина сажали не по российскому. Ну, не, ну, естественно, и даже... У нас, к сожалению, вот эта статья в России в отношении депутатов и чиновников не действует. Вот вроде нашли у нас депутатов, которые не указали, заведомо не указали, зная, что у них есть квартира. Причем все поголовные, начиная с того же Пехтина, как я понимаю. Да, считай, есть, все есть. Максимум сказал, извините, не прошло, ушел. А статья? А другие чиновники, которые забывали и не такие вещи в декларациях указать... Это вы сейчас в случае мне вот сегодняшних публикаций в Рязи газет? Вот по поводу Бенбара, так сказать, Авихора Бенбара. Вот. Вы знаете, ну, действительно, только в нашей стране человек совершенно спокойно, зная, что сенатор имеет статус федерального министра, соответственно, получает гражданство в Израиле, после чего подает на вид на жительство в Канаде. Да, покупает недвижимость. Покупает недвижимость, подает на вид на жительство, судится с Канадой, как российский сенатор, что почему же это мне, как говорится, Авихору Бенбару-Виталию Малкину, так сказать, не дают еще один, третий уже вид на жительство, там, третье гражданство, проигрывает этот суд торжественно, а потом он как бы приезжает на работу и выступает от имени Международного комитета Совета Федерации. Ну, вдуматься же, в принципе, во многих цивилизованных странах за это сразу незамедлительно сажают. Потому что, ну, извините меня, человек, приезжающий там в Соединенные Штаты и Канаду, как представитель Международного комитета Совета Федерации, и тут же, как говорится, пользуясь случаем, подает заявление с требованием выдать ему еще канадское гражданство, ну, извините меня, это уже позорище. И, кроме всего прочего, я напомню нашим слушателям, что когда господин Пехтин сложил себе еще всего лишь обязанности и руководителю комитета по парламентской этике, все его коллеги сообщили, что это мужественный поступок. Подождите, а Малкин и Бенбард, так сказать, тоже же мужественный, Валентин Иванович Иванович. А его тоже обозвали, обвинили в мужественности. Да, Валентин Иванович сказал, что это по-мужски серьезный поступок. Поймали человека с тремя гражданствами зампреда Комитета по международным делам Совета Федерации Верхней Палаты Российского Парламента, а единственное, что с ним произошло, это он тихо, спокойно поехал... Слушайте, а я правильно понимаю, что, если бы не эпопея с лишением мандата Гудкова, Ящик Пандора бы просто не открылся, оппозиционеры бы чего-то там выкладывали, на них бы вообще не обращали внимание? Ну, я считаю, что это неправда, потому что законы, во-первых, по закону... Нет, законы, понятно, но это я имею в виду по факту. Слушайте, по факту, в декларации человека сделал ошибку, должен, по закону, в отношении него должно возбуждаться уголовное дело, и как следствие он теряет должность, это факт. Почему это не раньше, как говорится, ну, Салтыков-Щедрин же говорил о том, что строгое законов компенсируется необязательностью к исполнению. Вот, к сожалению, вот эта история в российском законодательстве черным по белому написано о том, что чиновник не имеет права не иметь не только гражданства, но и вид на жительство в иной стране. И при этом чиновник, зная о том, что закон это запрещает, не боясь ничего, слушайте, побоялся больше. Не боясь ничего, и мало того, вы видели вот эти вот в интернете судебные иски, где он пишет, что добиваясь вида на жительство в Канаде, то есть уже третьего вида на жительство, то есть при наличии российского израильства, да, российский, израильский, он требует, и пишет, что он является российским сенатором, и предоставляет это в качестве аргумента, чтобы быть услышанным, скажем так. Да, серьезный парень, так сказать, да. Ну, это же ужас, это же позорище, вот. И вопрос, конечно, и при этом ну, как бы уже неопровержимые доказательства, и Совет Федерации так вот раз, так сказать, аккуратненько, ну ладно. С ленцой. С ленцой, я могу сказать, что посмотрите Декларации Совета Федерации. Я прошу прощения, мы сейчас должны опять идти на паузу, я напомню, что у нас в гостях Олег Митваль, мы вернемся к вам буквально через минуту. Так, и еще раз добрый вечер, наше последнее включение, я напомню, в студии Сергея Ильина у нас в гостях Олег Митваль, телефон в студии 8495-6510-996. Мы обсуждали судьбу людей, которые покинули федеральное собрание, то есть это сенатор Малкин, депутат Пехтин. У меня следующий вопрос к нашему гостю, Олег Львович, а вот сегодняшняя история публикации о том, что у некоторых крупных чиновников исполнительной власти, точнее у их родственников, обнаружились какие-то там структуры на Британских Вирджинских островах. Вот это из какой серии, к чему это может привести, и как нам вообще... У жены вице-премьера Шувалова уже находилось, по-моему, год назад все это имущество. Нет, там все было задекларировано, насколько я помню. Нет, подождите, как в Британских Вирджинских островах? А, это член семьи. Жена, а мы знаем по закону, если вы посмотрите, у нас обязаны декларировать госслужащий и его супруга. Нет, я просто помню, что да, действительно, сайт... Нет, она декларировала самый большой доход, что-то 300 миллионов рублей, но про офшоры и миллиарды, так сказать, там, на Карибах, никто не говорил. правильно ли я понимаю, что это вообще для тех, кто понимает, не новость? Ну как, у нас там, наверное, единственная, где это все, в общем-то, ну и ладно. Ну, то есть многим это было известно год назад, но почему-то тогда это не получило резонанс, сейчас получило. Я думаю, сейчас будет другой, такой же резонанс. Тут другой момент, что там оказывается еще не только она, но еще 350 человек. В смысле, 350 кого? Ну, Гардина грозится опубликовать список из 350. Но там же, насколько я речу, это не только о россиянах, там решили долбануть, как Викиликс, по всем желающим. Но я как понимаю, что там речь идет о порядка нескольких десятках российских чиновников и родственников чиновников. Слушайте, давайте подождем и посмотрим, собственно, но я не удивлюсь, если, в общем-то, у нас, опять же, по старой мудрости, что как с гуся вода, как говорится, все будут облиты этими миллиардами и скажут, ну, что там, как говорится, ну, вот так получилось. Я понял. Так, если я правильно понимаю, у нас сейчас на линии в ближайшее время появится заведующий кафедрой права МФТИ и член Федерального Полицовета партии право и дело Борис Борисович Надеждин. А, по-моему, он уже вышел из правого дела. А, это мы его сейчас спросим, на самом деле. Насколько я понимаю, мы поговорим про его любимую последнюю тему, это выборы в Жуковском. Ну, я думаю, чтобы не делать совсем уже разрывов, мы спросим вот про Виржинско-Киперско-Пехтинскую историю. Кстати. Спросим у него, во-первых, есть ли у него счета на Кипре. Да, нет ли у него случайно вот этого миллиарда, как у всех. Кстати, а у вас есть недвижимость в Майами? Нету нигде. Вот какая прелесть. Кто ко мне не придет, нету недвижимости в Майами. Я у Железняка спрашиваю, есть ли у вас недвижимость в Майами? Он говорит, конечно же нету. Я могу сказать, что по закону, я когда был чиновником, было запрещено, а сейчас, являясь политиком, я понимаю, что российские граждане, в общем-то, должны понимать, что будущая политика обязана связывать все-таки со своей стороной. Понятно. Так, вот у нас, наконец-то, на связи Борис Борисович Надеждин. Борис Борисович, вы нас слышите? Добрый вечер. Да, слышу. Так, Борис Борисович, во-первых, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы являетесь сейчас членом Федерального политсовета партии «Правое дело» или нет? Господи, помилуй, я след за Прохоровым вышел из этой замечательной партии. Все, вопрос снят. Олег Львович Митвель, добрый, душа нас поправил. Мы сейчас обсуждаем вот связь вот недавних историй там рядом сенаторов, которые покинули свои кресла и рядом депутатов и сегодняшний... Например, с Авегором Бенбаром. Что же вы так не любите этого Авегора Бенладена? Авегор Бенбар мне очень нравится для российского председателя, для российского сенатора зампреда комитета по международным делам Совета Федерации отличное имя. Борис Борисович, мне больше некому, поэтому жалуюсь вам. Вот Олег Львович вместо меня и вместо людей, к которым мы звоним, пытается вести передачу один. Я стараюсь сейчас это пресечь в силу скромных сил. Вот. Что можно сказать про последнюю историю? У нас тема сегодня бизнес и политика. Ситуация... Ну, смотрите, история следующая. Я, как вы понимаете, неплохо знаю очень многих там депутатов и сенаторов. Именно поэтому мы и звонили. Да. И сколько вот... Я их многих знаю. Они прекрасно все эти годы занимались бизнесом. Ну, в том смысле, что реально там принимали какие-то решения в адрес своих компаний, решали кадровые вопросы. Ну, так сенаторы вообще, по-моему, половина миллиардеров, по параметям, если я ошибаюсь. Сейчас они начали потихонечку уходить. Но, тем не менее, безусловно, бизнес управляли. Но тут, понимаете, какая история. Сейчас происходит слом конструкции, которая, собственно, обеспечивала лояльность значительной части элит, в том числе и бизнеса политической Путину. История была такая. Контракт выглядел так. Делайте, что хотите в разумных пределах. Ну, там, совмещайте бизнес и политику. Я все говорю более жестко. Там, пилите бабки и так далее. Главное, при этом правильно голосовать. Ничего вам не будет. А по ряду причин этот контракт потерпел крушение. А почему? Ну, несколько причин. Первая причина заключается в том, что Путин действительно, видимо, испытывает дискомфорт на поводу размеров коррупции в стране. Я думаю, для него неприятным сюрпризом стали там оценки Олимпиады в Сочи и так далее. Ну, борьба с Рособрансервисом началась до Олимпиады. До Олимпийской истории. И Путин, безусловно, хочет, чтобы как-то все это вошло в какие-то приличные рамки. С другой стороны, мы живем в 21 веке, и все прозрачно, публично. Нужно быть полным идиотом, чтобы думать, что если у тебя есть там недвижимость, значит, в Америке, или... Борисович, кого из чиновников обидели словом идиот? Нет, я никого не обидел, это было оценочное осуждение. Фигуры речи. Метанави. Значит, и, наконец, деятельность Навального, да, то есть человек, который, у которого, не знаю, миллионная аудитория в интернете. Ну, так если бы действовали по указке Навального, уже бы должны были год-два назад всех сажать, условно говоря, у кого нет иммунитета, у кого нет лишних. То есть вы считаете, что Следственный комитет строго действует по указке Навального? Нет, перехват повестки, как я понимаю. Просто вот эти три фактора, то есть реальный импульс, что нужно как-то там совесть иметь с стороны Путина, значит, открытость и публичность всего в современном мире и деятельность Навального, вот это клише замечательное, партия жуликов-воров, все это привело к тому, что ситуация стала реально менять. Борис Борисович, а вам не кажется, простите, я вас перебью, что тут был еще один такой любопытный, психологический момент, вот я для себя тогда отщелкал в голове, когда лишали депутатского мандата господина Гудкова-старшего. Я тогда сразу сказал, что это ящик Пандоры, потому что до этого времени люди, которые сидели в Федеральном собрании, привыкли к тому, что им ничего не будет. А в этом случае в результате выгнали двух эсеров и одного коммуниста, после чего вдруг выяснилось, что в Единой России тоже есть люди, у которых есть свой бизнес или еще что-нибудь интересное. Вы знаете, я уже давно доволен в российской политике и всегда существовал какой-то, ну не знаю, как его назвать, какой-то такой, знаете, пакт Риббентропа-Молотова. А кто у нас сегодня Риббентроп? Ну неважно. Риббентроп тот же, кто и Сибири. Можно сказать, что это Навальный, Навальный и администрация президента. Пакт заключался в том, что есть святое, на что, как бы, куда мы не лезем, да? Ну, например, можно там ругаться, полемизировать, пятое и десятое, но при этом святое, то есть закрома, то есть вот самое, что у нас есть, спойня, то есть то, где у кого домик, вилочка, там гражданство и так далее, ну как бы не лезь. То есть Навальный этим раньше не занимался, условно говоря, еще год назад? Слушайте, ну, я про многих достаточно уважаемых людей прекрасно понимал, что у них есть и активы с границей, и, значит, наверное, и гражданство какое-то там заваляло. Огласите, пожалуйста, весь список. В части оценочных мнений, сколько я понимаю. Значит, я могу сказать следующее, но как бы все нулевые годы считалось, что вот туда лезть не надо. Да. И это соблюдалось и властью, и оппозиции, то есть все как бы там, ну, сюда за эту красоту что-то ходили. На водопой, на водопой нельзя. Даже змея не жалит, как гласит народная подоговорка. Да, 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 да. А вот тут надо сказать, что наше начальство, оно, конечно, этот ящик Пандуры открыло. Да. И мало не покажется. То есть первые начали. То, то, Гену Гудкова изгнали из депутатов, но это настолько смешно. На плане того, Ну, известная история, как Станкевича в свое время поперлись по рински за 10 тысяч долларов, сколь я помню, Сергей Станкевич, в 92-м году. Поэтому, поэтому, поэтому вот это вот как бы пакт о ненападении, вот эта вот красная черта, она пройдена. Дальше будет больше. Ну что, всех повыгоняют, что ли? Ну, не то, что повыгоняют, знаете-ка история. Вот сейчас нас ждут интересные губернатские выборы. Это да. Нас ждут там еще какие-то компании, там, Мосгордума и так далее. Но все же прозрачно стало, велки-палки. То есть, как бы, гипотеза о том, что вы, будучи верным членом Единой России, можете творить, что хотите, она уже не верна. Вот в чем проблема. Это любопытно. Ну что ж, Борис Борисович, огромное спасибо. На это мы обращаемся. Я напомню, что у нас в гостях по телефонной связи был Борис Надеждин, известный в прошлом политик. И сейчас у нас звонок в студию. Илья. Алло. Так, Илья, вы нас слышите? Добрый день. Какой у вас вопрос? Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Я бы хотел для себя понять, что наша власть определяет. Плохо это или хорошо, что есть у людей, которые идут в политику недвижимость за границей. Потому что ведь в политику идут люди состоявшиеся. Состоявшиеся. Слушайте, вот я могу про себя про себя сказать. Можно я про других не буду? Можно. Значит, смотрите, все очень просто. Я, ну, как бы считаю, что я занимаюсь профессиональной политикой. Конечно, я от этого получаю больше шишек, чем апельсинов. Ну, это адреналин уже, извините. Это адреналин. Вопросов нет. Соответственно, за прошлый год моя семья, я сдам в установленной сроке декларацию до конца месяца. Значит, моя семья задекларует, ну, почти 90 миллионов рублей. Превосходно. Вопрос заключается в следующем. Если ты хочешь заниматься политикой, в моем понимании, ты должен показать, что будущее твое связано с этой страной. То есть, если я что-то покупаю, это может быть квартира в Москве, квартира в Мурманске, как говорится, охотничий домик в Архангельске, фазенда на Алтае, фазенда на Алтае, я не знаю. Пристань на Байкале. На Байкале вопрос еще природоохранного законодательства. Подальше пристань и маленькая. Вопрос заключается в том, что вот здесь мы должны понимать, что это во всем цивилизованном мире так и есть. То есть, если ты сегодня говоришь, что ты занимаешься политикой, ты должен показать, что твое основное направление это развитие этой страны. Вот объяснять, что ты, как говорится, на черный денек себе купил домик в Испании, виллу в Майами, фазенду в Греции, ну, тогда, извини, политикой не занимайся. Подожди, то есть, правильно ли я понимаю, что респектабельный американский сенатор из богатой семьи... Слушайте, конечно, ни один... То есть, на Гавайях может иметь, поскольку это что-то... Да, ни один респектабельный американский сенатор и конгрессмен не будет приобретать невидимость во Франции или на Руби или Сан-Барти или где угодно, понимая, что это во момент выборов крайне больно по нему ударить. Так вот, я хочу, чтобы мы все-таки начали жить в цивилизованной стране, начали жить в стране, где есть репутация политика, где политик должен отвечать, что если ты хочешь развивать... Вы понимаете, что если вы думаете и заботитесь о стране, то вы должны свою судьбу со судьбой страны разделить. А если у вас вся недвижимость за границей и вы вообще по фамилии Бенбар и израильтяне Бенбар, зачем вы ходите в Совет Федерации за зарплатой? По-моему, наш гость антисемит. У меня складывается такое ощущение, если честно. А понимаете, тут же еще один момент. Нет, я антисемитом не являюсь, хотя говорят, что евреи как раз самые большие. Они самые и есть. Я антисемит. Но я могу сказать, что в данной ситуации я, конечно, патриот своей страны и если бы это было по-другому, я был патриотом другой страны, то я бы в той стране собственно политикой занимался. Но тут еще вот какой момент. Обычно это произносится в качестве шутки, это не совсем шутка. Есть же еще момент климата банальнейшим образом. То есть, да, наша страна огромная и обширна, но если человек... Слушайте, значит, если вам хочется провести две недели на пляже, то вы покупаете путем в гостиницу. будьте добры, снимите, если вам совсем уже припекло, снимите квартиру на месяц или на две недели. Вы знаете, да, что во всей Европе сдаются квартиры на неделю. Вы покупаете, то есть снимаете... Ну, собственно, можно и с ют вообще-то снять по большому счету. Слушайте, вопрос. Снимаете, вы хотите жить в какой-то частой квартире, вы снимаете там на две недели на пляже там или рядом с морем эту квартиру в Испании, в Италии, возвращаетесь в Россию и работаете здесь дальше. Понятно. Ну что ж, спасибо. Вопрос, который не совсем в теме нашей передачи, но я его, наверное, не могу не поднять. Вы человек, который по бизнесу, насколько я помню, и довольно для себя успешно, сотрудничали с покойным Борисом Березовским. Ну, это... Где вы это взяли? Ну, пишут, новое известие. Слушайте, вы что-то совсем все спутали. Как-то они могли писать бред про... При том, что я являлся 76% владельцем этой газеты. Ну, хорошо, ладно, это нюансы. То есть, вы хотите сказать, что... С Борисом Абрамовичем Березовским у меня не было. Так, окей, да хорошо, тогда зайдем с другой стороны. Заходите. Но вы, тем не менее, с ним знакомы, насколько я могу судить? Да, знаком. Можете рассказать о нем что-то такое, что еще не было сказано за последнюю неделю? Нет, конечно, я с ним близко знаком не был. А после того, как он решил, что он, скажем так, это было в начале двухтысячных годов, после того, как он решил, что вообще-то он решил из Лондона менять правительство в России, пытался сформировать в Лондоне, как говорится, правительство изгнания. Прислать английское правительство, я понял, что он находится в неком неадекватном состоянии и больше с ним ни о чем с ним не общался. Если позвольте, еще один вопрос. Ну вот, грубо говоря, смерть Бориса Абрамовича это в каком-то смысле конец эпохи олигархатов. Олигархатов в понимании 90-х годов. С этим вы, наверное, согласитесь? Да нет, я бы сказал, что, конечно, Борис Абрамович это некая веха в истории. Ну, скажем так, окончательная смерть, если такой термин возможен. Ой, ну не так. Я считаю, что многие миллиардеры, которые делали свои деньги вместе с Борисом Абрамовичем, они, собственно, до сих пор на своих деньгах прекрасно сидят. Нет, но я имею в виду олигархи, это именно как и деньги, и власть. То есть, грубо говоря... А вы хотите сказать, что у Альфа власти не было? Было. Ну вот вам же Станислав Белковский, директор института, все же по телефону объяснил, что у нас в любом случае большие деньги во власти участвуют так или иначе. Нет, это естественно, явочным порядком, кроме всего прочего, на что содержатся там, условно говоря, пропагандистские аппараты и аппараты и так далее. Да, так что вопрос заключается в том, что просто, скажем так, Березовский решил, что, ну, как бы, все понимали, что хотя и при помощи денежных мешков у нас формируется властная структура, но, как бы, речь стала о том, что, как бы, первоначально у нас властная структура, а, типа, денежные мешки обслуживают ее, Приходят и дают деньги. А Березовский, как говорится, решил, что он денежный мешок, причем деньги государственные. И он имеет право покупать. Да, и он, как бы, верховная власть. То есть он... Это же модель 90-х, собственно говоря, например, так оно и было, семибанкирщина. Да, конечно, скажем так, так оно и было, и понятно, что Березовский в свое время лоббировал любые решения на политическом уровне, здесь сомнений нет, но это еще раз свидетельствует о том, что не все истории нашей страны, которой можно гордиться, но при этом напоминаю, что это все равно история нашей страны, забывать о ней нельзя. И тогда я попробую подстегнуть вопрос, ну, если это, как можно так сказать, заключительный штрих, полубезумный старец в Лондоне без обещанных денег, а вот 2003 год, очевидно, показательная посадка Ходорковского, самого богатого человека в стране, просто... Не знаю, я знаю по-другому эту ситуацию, что Ходорковскому, в том числе очень серьезный руководитель, с кем он имел, в общем-то, близкие, товарищеские финансовые отношения, ему сказали, что он сядет. Если... Нет, на что Ходорковский сказал, что это часть его политической стратегии, когда он выйдет, он станет президентом. И вот теперь нам осталось дождаться, посмотреть, так сказать, действительно ли он рассчитал свою жизнь на 25 лет вперед. Это серьезная жертва. Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день модель отношения между бизнесом и властью, если я правильно понимаю, мало кому нравится, и вам, как я понимаю, не нравится. Не совсем нравится, конечно. То, что было в 90-е... Я могу сказать, что сейчас тоже очень много вопросов, но подождите, у нас сегодня самое, ну, скажем так, ну, что у нас сегодня с правоохранительностью... Ну, власть, она же структурирована, да? Смотрите, ну, не надо вам рассказать, что у нас сегодня происходит между бизнесом и правоохранительной системой. Это правоохранительная система сегодня заняла некую надстройку над бизнесом, и, собственно... И крышует... Да, это называется блок управления, да, такой электронный блок. Соответственно, не буду вам говорить о том, что происходит между профильными министерствами, там, и, соответственно, бизнесом. Не буду... Мы не можем срывать все, так сказать, покровы в одной передаче, тем более у нас осталась одна минута. Если можно последний... Мы можем попрощаться с нашими слушателями. Нет, у нас еще минуты есть. Что хуже, что лучше? Вот, грубо говоря, олигархическая система 90-х годов, когда все покупалось и так далее. Или нынешний? Очень бы хотелось, чтобы Россия, наконец, стала нормальной цивилизованной, демократической страной. То есть, вот эти две вариации оба хуже, да? Вопрос возникает, наверное, сможем ли мы жить в это время чудесно? Да. Или, как нам и вам так сказать. Согласно известной пословице, не доведется ни мне, ни тебе. То есть, грубо говоря, должно смениться еще два непортных поколения? Вы знаете, я все-таки считаю, что у нас генофонд хороший. Я вот исхожу из того, что у нас люди хорошие, генофонд хороший. А что же, как говорится, у нас не очень-то получается? И вот на этой крайне мрачной ноте, куда деваться, мы сегодня заканчиваем программу Искусство возможного. Я напомню, что с вами был Сергей Ильин, а в гостях у нас сегодня был Олег Митвай. До встречи через неделю.